какая визуальная картина всплывает у вас в голове когда вы слышите уезжаю жить в москву уезжаю в москву за новой жизнью сниму квартиру в аренду буду жить в мегаполисе москва самый крупный город в нашей стране столица нашей родины многие люди кто приезжают в москву выходят в город первым делом оказываются на центральных улицах города внутри садового кольца где красота но здесь все мы прекрасно понимаем жить дорого и не стоит забывать о том что есть окраина есть спальные районы где жилье с точки зрения аренды всегда было есть и будет подешевле в этом выпуске я хочу копнуть немного глубже и показать вам реалии жизни в москве в съемном жилье когда речь заходит про шахтуру номер один снимаешь полноценно квартиру однокомнатную где проживаешь ты не ночлежки не хостелы не прочие гостиницы комнаты в квартирах а однокомнатная квартира изюминкой будет то что мы сегодня рассмотрим низ рынка отметку от чего начинаются цены на эти квартиры и как они выглядят что оно из себя представляет почему люди не пытаются что-либо менять в подобном жилье с какими проблемами они сталкиваются с какими плюсами они сталкиваются вот этот ролик будет как мне кажется действительно интересный и здесь будет на чем подумать что обсудить в комментариях друзья безусловно день воскресный день чудесный на дворе я к вам пришел с хорошим выпуском постарался весь выпуск сегодня некая зарисовка из реальной жизни поэтому давайте с вами окунаться в реалии вот проживаете вы у себя в городе неважно маленький это город большой город подобную картину вы можете встретить и у себя если вдруг захотите снять квартиру в аренду мы рассматриваем однокомнатную квартиру потому что именно с нее как правило начинается шаг номер один когда ты снимаешь себе жилье но в нашем ключе для перчиночки мы рассматриваем москву большой город другие заработки другие возможности очень часто людям кажется что в москве люди в масле катаются денег дофига все шикарно дорогие машины дорогие дома кафе рестораны все сытые одетые но нет далеко все не так радужно просто чаще всего про простую жизнь молчат не хотят ее показывать я вам неоднократно говорил что есть telegram канала который ждет вас на по ссылке в описании я делаю различные посты опросы которые мне помогают для съемки выпусков так например было выявлено что большинство людей по нашей стране на основании опроса получают на 1 до 100 150 тысяч рублей подчеркиваю большинство людей доходы есть выше доходы есть и до 50 тысяч рублей но мы делаем планку до 100 150 человек решает блин живу у себя в городе а в москве возможности больше заработать можно больше вдруг зацеплюсь поеду как минимум на заработки а там может быть попрет дальше приезжая он ищет и более доступное жилье ну или вот так вот сидя у себя дома попивая чай или кофе он открывает доски объявлений начинает прицениваться смотреть что там есть москве и мы видим с вами следующую картину я выставляю фильтр до 35 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и мы смотрим исключительно все то что находится внутри садового кольца то есть видите какое количество точечек их совсем мало если сейчас поставить фильтр до 150 тысяч естественно будет становится все больше больше ведь показать вам квартиру в аренду за 500 миллион 2 3 5 миллионов можно но зачем вы многие просите показывай то что приближено к реальности а зачастую все любят эту перчиночку посмотреть как другие страдают как тяжело с чего начинается скажем так взрослая самостоятельная жизнь в городе какие сегодня реалии до 35 тысяч рублей с расчетом что отдаем аренду за квартиру так еще первый месяц заплатить сразу как правило просят оплатить второй месяц он же последний если вдруг вы будете съезжать понимаете о чем я сюда же может прилететь комиссия какого-нибудь риэлтора если вы обратитесь который придет поможет вам дверь открыть постоять покажет пальцем где нужно расписаться это те самые риэлторы которых многие не любят которые зарабатывают на внимание помощи в сдаче квартиру в аренду точнее вы берете кто-то сдает зафиксировали 35000 ты отдаешь ежемесячно плюс 3-5 тысяч рублей ты будешь платить за эти счетчики наверняка ты захочешь себе интернет может быть у вас во дворе есть шлагбаум кто за него будет платить ты за него будешь платить вот я округляю так что это как раз будет до 40 тысяч рублей и что мы видим если мы с вами по бегаем под этим точечкам то нас будут встречать вот такие фотографии сделанные что называется на тапок что-то размазанное старенькое жилье но по фотографиям еще и серии ну блин жить можно можно нарваться на вот такие интересные варианты поближе к третьему транспортному кольцу в новостройке но с нюансом 25 тысяч рублей за квартиру в бетоне то есть подразумевается ты бери дорогой мой и делай ремонт поживешь немножко вот такой вариант 35 тысяч рублей подчеркиваю как правило на фотографиях всегда стараются еще показать что-то с удачного ракурса окошки открыты мне кажется неспроста это в силу того что в квартирке наверное вонь знатная стоит вот интересный вариант 30 тысяч за 18 квадратных метров где у вас в прихожей будет расположена кухня видимо кто-то напилил двушечку так что ли или и правда когда-то была подобная площадь в старых домах безусловно будут вылетать варианты которые ну вот же посмотри уже вроде бы и неплохо 35 тысяч рублей первый этаж однокомнатная квартира это прям совсем совсем возле мкад но по фотографиям видно что состояние квартиры соответствующие мебели нету спать не на чем соответственно для вас это тоже будут дополнительные расходы за ваш счет все за ваш счет найти квартиру в подобном бюджете с хорошим ремонтом скажем так достойную для проживания наверное можно но очень сильно надо постараться вы должны прекрасно понимать какая очередь будет стоять на эти квартиры так еще если мы почитаем с вами новости в связи с тем что ставка по ипотеке улетела как мы с вами говорим в космос народ сразу говорит о люди не смогут покупать себе жилье а это значит что появится повышенный спрос на аренду квартир август и сентябрь в недвижимости всегда считаются таким уже хорошим месяцем потому что люди возвращаются в город начинается учебный сезон начинается новый рабочий сезон и соответственно в этом году согласно новостей цены на аренду уже взлетели на 40 процентов от того что было в прошлом году сегодня в среднем квартира нормальная в москве будет стоить примерно 45 тире 80 тысяч рублей это из того что ну по крайней мере я плюс-минус могу назвать нормально а если смотреть статистику то там ее отмечают до 150 тысяч рублей но хорошая достойная квартира там может быть двух комнат ну и понимаете это уже не наш бюджет соответственно я вам предлагаю переместиться в один из районов москвы где у нас с вами будет шикарнейшая возможность зайти в одну из квартир вот с подобным бюджетом скажем так старт чтобы мы с вами в живую смогли потрогать увидеть детали что эта квартира себя представляет за эту квартиру я говорю огромнейшее спасибо своим друзьям товарищем которые снимают на протяжении десяти лет что они дали возможность подснять чтобы вам показать там живут холостяки но смысл здесь гораздо глубже ну понятно один человек жил там вдруг подселялся жил я как-то не заезжал я их очень долго упрашивал история создания этого выпуска на самом деле очень такая длинная потому что я упрашивал своих друзей дать мне возможность заснять эту квартиру на протяжении пяти лет брыкались стеснялись не хотели но кое-как договорился но вы здесь один пожил уехал второй пожил уехал все один там час живет дай просто показать людям все же прекрасно пойму что это не твое но вот что люди получают за эту низкую цену уже без лишних слов без размазывания каши по тарелке давайте посмотрим наконец а далее вернемся в нашу студию с обсуждениями всем привет вот так вот выглядит одна из однокомнатных квартир в одном из домов я почему подсвечиваю себя фонариком чтобы вам получше было видно но просто попробуйте прочувствовать эту атмосферу начинаем подходи пожалуйста ближе когда я сюда приходил впервые я ознакомился со всеми этими деталями но вот дверь для того чтобы ее закрыть нужно ручка ручки нету а вот здесь есть такой болтик на который он насадил себе пластиковую крышку почему когда ты тянешь пальцами за болтик ну больно становится а вот за крышечку тянуть для того чтобы дверь открыть это уже совсем другое дело далее ты например можешь начать закрывать дверь и случайным образом у тебя вылетает другой болт что ты с ним сделаешь ты вставляешь его обратно вы спросите почему мы снимаем в темноте вот иди сюда давай вот сейчас начинается фишка номер два ты возвращаешься домой тебе нужно включить свет для того чтобы включить свет здесь применяется вот такая нити такое интересное решение это все сделано с советских времен вот обратите внимание она отвалилась примерно 8 лет назад и вот с тех времен она так и висит включаем свет если вы будете делать так вот привычно ничего не сработает здесь нужно поймать ритм здесь примерно так работает вот понимаешь вот видишь и вот так вот и приходишь и просто стоишь и дергаешь 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 опа свет включается таким образом я уже могу выключить фонарик на телефоне я отправляюсь помыть руки пять лет назад вот она ванна я подхожу включить свет свет света нету я спрашиваю а как без света ну чё тебе без света помыться что ли не можешь прикол заключается в том что однажды было принято решение что вот эту ситуацию со светом нужно менять но как это не гоже все-таки в ванне мыться без света вызывают электрика подходи ближе электрик пришел почесал голову ну и как минимум вкинул следующую легенду говорят для того чтобы заработал свет и ничего типа особо не делать нужно купить точно такой же выключать именно такую же форму тогда мы сможем забрать воткнуть его и заработает естественно найти это подозреваю сегодня подобный выключатель невозможно именно поэтому вопрос остался открытым и как бы перенесен на следующий день вот это происходило три года назад я такой думаю интересно в остальном да ванна там работает но что меня всегда больше удивляло но туалет до соседние то есть она никак не закрывается но казалось бы от кого тебе закрываться если ты как говорится дома все свои на кухне лампочка это висит и свет есть на сегодняшний день на момент нашей съемки в силу того что я его очень долго просил он еще попытался скрыть некие следы над которыми мы раньше смеялись а именно раковина я вам серьезного длительное время не было вот этого одного крана подойди пожалуйста поближе покажи кран который отвечает у нас за холодную воду в силу того что мы находимся в москве ну вот мы просидим пацаны живут надо за собой же тоже помыть открывая горячую воду начинаем мыть посуду просто через десять секунд у тебя складывается впечатление что у тебя сейчас с рук слезет кожа потому что вода настолько горячие я говорю как вы моете вообще посуду соответственно посуда моется в ванне либо по-быстрому под горячей водой и хорош отходи дальше был очень классный прикол на эти вот был такой сериал друзья точнее то что был есть сериал друзья легендарные там была такая сценка одна с холодильником когда джо начал жить один испытывал финансовые трудности к нему приходит рос и он его толкает на холодильник специально тот бьется об него он говорит ему о ты сломал мне холодильник а он был заведомо сломан вот точно так же я подхожу к холодильнику хочу его открыть и тут холодильник просто-напросто вот эта крышка дверца падает на пол я думаю что за фигня и при этом выкатывается колода карт я вообще сначала не помню а что происходит в холодильнике вот здесь вот снизу что-то там слетело и они подкладывали колоду карт для того чтобы она держалась и в силу того что ты здесь живешь ты знаешь как это работает холодильник можно было аккуратно открыть чтобы ничего не упало а здесь я условно чужак открываю холодильник и все нахрен падает вот тут все этот аутентичность придает некий шарм этой квартире еще ну смотрите пожалуйста друзья как же без этого пакет с пакетами и это не какая-то постанова и это в обязательном порядке здравствуйте сама вот это по себе квартира однокомнатная в ясенево она очень классная с точки зрения своей планировки потому что она имеет такую некую проходную зону то есть вам не нужно ломать стену для того чтобы иметь возможность выйти на кухню иди пожалуйста сюда покажи еще вот эту часть что в квартире да ну вот вам пожалуйста вторичка предусмотрена гардеробная куда ты по хорошему если убрать этот шкаф можешь зайти здесь у тебя ну попробуй подсветить сюда залазить давай здесь у тебя целое кладовое помещение то есть понимаете по факту в этой однокомнатной квартире вот здесь например можно большую часть вещей для хранения разместить выходи это кстати к слову о том мы сейчас вам показываем некоторые такие детали ведь вы когда смотрите комнату вроде так знаешь убрано потому что он подготовился а он убрался следующим образом все что на видном месте вот это вот он сюда сбросил и еще у нас есть конечно же балкончик пойдемте сходим с вами на него вокруг нас все вот эти элементы интерьера и декора да поменяемся просто не станет даже поживому и покажем как наводится порядок в доме а вот так вот друзья смотрите просто он все сгреб туда смотри торшер и всякие кресла и накрыл их каким-то плакатом для того чтобы все я убрался у меня все чисто дорогие гости приходите присаживайтесь и вот подобная картина на самом деле встречает нас во многих домах когда я отсматривал объявление при покупке желание купить квартиру на вторичке 2 3 комнатной квартиры мама дорогая чего я там только не встречал и иной раз кажется что это нежилое помещение что знаете ну типа осталось от бабушки бабушка уехала в деревню в деревне и осталось а тут квартира и соответственно никто не живет но нет в этой квартире продолжают проживать люди здесь на самом деле очень много еще и ловушек знаете выжить в однокомнатной квартире когда ты не знаешь различных деталей очень сложно вот смотрите казалось бы что это такое по факту это некий такой диванчик это кресло которое можно разложить и у вас получится мужская спальное место но если вы человек неподготовленный вы впервые пришли в гости то в какой-то момент вы себе можете например разорвать вот эту часть ноги икру в частности показываю подходи ближе неоднократно люди от этого страдали заливала здесь все на хрен кровью но самое главное показываю показываю его никто не убрал вот здесь стоит просто-напросто штырь посмотри ну так не придумаешь даже это просто-напросто штырь железный острый как кусок ножа или шампура на который частенько даже нарывался и владелец нашей вот этой замечательной квартиры и вот так вот присаживаешься и сидишь и с одной стороны понимаете можно придраться искать да как так можно жить фу я бы не стал ну начнем с того что вот это квартира обходится по аренде она зафиксирована в силу того что ребята снимают давно ее 25 тысяч рублей 25 тысяч рублей пожалуйста на месяц жилье по такой цене найти что-то подобное на сегодня в подобных районах вот как как ясенева мне кажется это невозможно клеенка к ней на хрен прилипает все то есть ты садишься вот руки она вот она просто легла на нее ты пришел вечером домой чё вечером то делать почему бы не посмотреть самсунг чувствуешь сейчас подожди прогрузится ну и все вот и ты сидишь наслаждаешься просмотром какой-то кинотеатр нтв только включаешь телеку же сразу какая-то реклама что-то добавляем то все вот даже знаешь смотри я последний раз телевизор смотрел наверное лет 10 назад можешь побольше название какой-то мент чего написано просто не видно даже слышь какой-то короче сериал какой-то менты идет силу того что квартиру нас с интересной планировкой все это правда нужно двигать так маленькой силой вот у нас идет история такая такого рода все вот примерно так вы поняли мы закрываемся и таким образом кухню нас отграждается лето кончается жара какая стояла но зачем на лето снимать все это дело когда в любом случае опять будет зима поэтому вот оставлено одна возможность открывать на проветривание все остальное сразу все щелочки закрыты ну с одной стороны наверное может быть даже это и правильно все эти плитки и так далее ну понимаете здесь так так сказать можно порыться найти что-нибудь интересненького хотя на самом деле здесь много всего что денег стоит там микроволновка принтер обогреватель раскладушка и пошло пошло к слову о том что очень часто когда бывает идешь мимо некоторых квартир по улице вот такой хлам на балконе можно наблюдать мне все время было интересно почему люди ну то есть они этим не пользуются наш как она же лежит из серии что сегодня не надо а мало ли завтра пригодится правильно ну вот казалось бы допустим нужно тебе что-то распечатать если этот принтер лежит там месяц два три ну какое-то время длительное картриджи там все нахрен засохли соответственно ты в экстренном формате ничего не в экстренном порядке ничего не распечатаешь тебе нужно будет бежать в магазин покупать кадры короче ты быстрее в магазине там за 10 20 рублей свой листик распечатаешь но он лежит то же самое с микроволновкой хотя все это можно было бы отфоткать выставить на продажу и тут ты подрасхламил еще с деньгами остался вот напишите мне пожалуйста комментариях мне даже интересно почитать ваше мнение почему люди подобный хлам не пытаются продать для кого-то это хлам на весь на все это есть свой покупатель пришел с работы об на диванчик и завалился с одной стороны вроде бы хорошо с другой стороны боюсь представить каково это спать на нем там 10-12 часов но все равно особо ты не выспишься потому что диван по факту он не предназначен для постоянного сна здесь ребята как никогда кстати будет вам напомнить о том что есть blue slip где вы можете заказать себе матрас и все что нужно для сна с доставкой на дом по промокоду мошков сон вы получите дополнительную скидку которая суммируется с основными скидками на сайте за исключением акций на готовые комплекты все что вам нужно зайти на сайт посмотреть почитать там очень много подробной информации но если вдруг хотите я вам даже бы рекомендовал заехать шоу-рум выбрать для себя матрасик подушки ну и все то что подойдет вам для сна blue slip ссылочка ждет вас в описании а так я говорю москва москва там некоторые говорят мошков ты зажрался вот я когда в кашире жил мы нет нет да по пятницам с ребятами собирались где в гаражах ну почему но потому что другого какого-то места не было да там было несколько заведений скажем так куда можно было сходить отдохнуть цивильно но чаще с ребятами соберешься в гараже когда мы переехали уже в москву там многие начали здесь жить работать ну вот мы встречались здесь и было такое ощущение знаете домашнего какого-то уюта воспоминание что вроде как мы вроде бы в городе тут огоньки все светятся но в тот же момент ты вроде как в гараже вот что тут сидишь он какая-то клавиатура ну тут короче если так полазить здесь можно много всего интересного найти обычно как раз про такие квартиры и говоря то что блин да как здесь жить здесь повсюду могут быть тараканы у нас сейчас с вами шикарнейшая зарисовка иди сюда я приметил вот такие вот ловушки до 1 и 2 они стоят наверху я пока в них даже не заглядывал но что вам интересно смотрите по живому снимаем как думаете есть там кто давай смотреть показывай ой 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 попались ребятки попались ну так вот видишь блин а чё делать обратно не бойся не бойся таракан он человеку друг понимаешь он доедает за тобой то что не доел ты понят дело то что здесь по большому счету это все требует капитального ремонта покупаешь все это дело ломаешь заезжаешь и живешь но так в целом друзья вот для жизни пожалуйста съемное жилье пришел тошибу samsung включил на тебе зеркало есть душ какой-никакой на полноценная ванна есть да в темноте но во всем можно видеть свои плюсы такая легкая интимная атмосфера получается уютная тоже смею предположить что уже вот эта зарисовочка у вас вызвала эмоции но не спешите высказывать ваше мнение потому что самое время посчитать денюжки ведь очень часто говорят о в москве катаются как сыр в масле да вы там зажрались москвичи а чё бы мне сидеть у себя когда можно переехать в москву зацепиться и буду много денег зарабатывать и она отчасти да если ты зацепишься но с чего ты будешь начинать смотрите мы с вами посчитали да сколько нужно будет отдать в первый день когда вы заселяетесь в подобную квартиру но с ценой не 25 тысяч рублей а каком вы посчитали минимум 35 вот давайте смотрите каждый месяц вы будете платить 38 тысяч рублей где 35 аренда плюс 3000 там коммуналка еще что-то плюс сюда же интернет мобильная связь возможно у вас в доме будет консье шлагман как я сказал давай так я округлю в большую сторону это 40 тысяч рублей каждый месяц будь добр отдать далее проезд на работу вот если вы живете возле метро вы приехали без автомобиля потому что на машине кататься это дорого расход на бензин платные парковки скорее всего вы выберете поездку на работу на авто на метро 2700 рублей 24 дня в месяц далее продукты вот здесь самое интересное я все расчеты делаю на одного человека потому что считать что вы приехали женой с девушкой с парнем с семьей это вы уже отдельно мы берем в расчет вот один человек вот сколько уйдет за 30 дней на продукты в силу того что мы рассматриваем вариант от я просто беру следующим образом допустим приходишь на работу там у тебя есть столовая бизнес ланч мне 350 рублей допустим что вечером ты где-то поел так сказать в контейнер запрыгнул какую-нибудь дешевенькую кафешку и съел тоже подобный лайнер бизнес-лайнер за бизнес-лайнер бизнес-ланч за те же самые 350 короче я взял в расчет что примерно 800 рублей в день у тебя будет уходить на продукты это примерно и того там 25 тысяч рублей в месяц вот здесь вот напишите даже в комментариях сколько вот у вас в реале уходит на одного человека на продукты в месяц с утра до вечера позавтракали дома на работе еще где-то сколько вы тратите только лишь на продукты потому что цифры могут очень сильно разниться ну и далее я беру еще плюс 10 тысяч рублей это либо какие-то сопутствующие мелкие расходы ну там допустим если там голова у тебя заболел таблетку ты себе купил либо ну как правило бывает людей там рассрочка какой-то небольшой кредит то есть я беру также по минимуму десятка то есть таким образом вот при всем при этом минимуме у нас уходит уже 80 тысяч рублей ни слова нету о походах там не за в кинотеатр свидание с дамой ты познакомился в кафе пошел посидеть спортзал ты себе абонемент покупаешь если все это мы еще накинем ну кто-то допустим там распивает алкоголь пивка в бар ты зашел в пятницу там менеджер все там кружечку закинул это уже будет гораздо больше если вы скажете вот это вот то что ты показываешь это дыра в ней жить нельзя без проблем без проблем не забывайте в начале ролика мы озвучили что студии в новых домах до известных застройщиков крупных сейчас даются примерно там 50 60 и более тысяч рублей то есть так в таком ключе это будет уже сразу перескакивать за отметку 100 120 тысяч рублей вот это вот я бы назвал таким зайти реальным прожиточным минимум на одного человека в москве когда у вас нету своего жилья напомню живу я в квартире двухкомнатная 55 квадратов я за нее последний раз с учетом повышения пришла коммуналка что-то в районе там 8000 рублей если не ошибаюсь и даже округляю в большую сторону там электричество еще что-нибудь ну где-то десятка в месяц с учетом того же самого шлагбаума интернета ну плюс минус вот столько уходит это двухкомнатная квартира а здесь на тебе съемное жилье что скажете что скажете вот очень интересно здесь уже послушать ваше мнение в комментарии наверняка возникнет вопрос но ты просто показываешь какую-то тьму тараканью типа ну квартира плохая убитая и соответственно верняка какой-нибудь район выбрал самый там гиблый прямо сейчас мы находимся в одном из хороших районов москвы ясенева здесь на самом деле много всего интересного есть хороший мощный битцевский парк неподалеку от меня метрополитен благоустройство делается ударными темпами да и в целом вот эти дома которые я вам показываю у них очень интересная планировка 1 2 3 комнатные квартиры действительно заслуживает внимания и я даже когда-то посматривал и хотел купить здесь жилье ну давайте в моменте сразу делаем зарисовку сценами вы же просите иногда показывать рассказывать где что стоит какие райончики есть в москве ну вот однокомнатная квартира на покупку в одном из этих домов 42 квадратных метра 11 миллионов 800 11 11 миллионов 600 80 тысяч рублей это один в один квартира в который мы были сейчас соответственно денежек в ремонт ну пишите сколько у вас уйдет денег на ремонт однокомнатной квартиры 42 квадрата двигаемся дальше вот варианты по левой стороне обращайте внимание двухкомнатная 58 квадратов 16 250 2 комнатная 16 600 2 комнатная 57 квадратов 20 миллионов рублей ну или вот однокомнатная квартира поближе к метро то есть до метрополитена буквально три минуты пешком видно люди делали ремонт ну и цена по 14 миллионов рублей а вот здесь не словно повезло для записи этого выпуска сделать зарисовку с актуальными двумя объявлениями о сдаче в аренду а их ровно 2 вот в ближайших этих домах ну смотрите сколько стоит интересно квартирка вот такая же до буквально в соседнем подъезде а это точно такая же квартира просто переделанная планировка вот интересно люди сделали вложились ну здорово те же самые там 38 квадратных метров кровать кухня и так далее ну выглядит да неплохо уже совсем другой вид замечательно но цена ребята в первую очередь цена посмотрите аренда в месяц 70 тысяч рублей в этот же первый месяц вы вносите залог еще 70 тысяч рублей и конечно же комиссия риэлтора агента помощника стопроцентно еще 70 тысяч рублей таким образом будь добр на стол положи сразу 210 тысяч рублей чтобы ты мог зайти в эту квартиру расходы на переезд так далее даже не считаем они везде копировать ставить будут одни и те же но через дорогу через дорогу у нас есть вариант попроще это точно такая же квартира как вот в которой мы были сейчас вот смотрите атмосферка и антураж плюс минус то же самое напоминаю что по фотографиям всегда пытаются все равно сделать более удачные кадры но смысл вам понятен все точно также старая но цена 55 тысяч рублей раз залог 55 тысяч 2 и само собой комиссия стопроцентная 3 165 тысяч рублей на стол не положи чтобы я дал тебе ключи зайти в квартиру около мкада мы находимся выходишь такой побежал и когда у тебя кислород уже кончится как раз добежишь до мкада а вот теперь давайте обсудим тоже очень такой горячий вопрос ведь наверняка у вас возникнет в голове мысль ну это сами виноваты те кто снимают эту квартиру мы посмотрели квартиру но мы копируем эту ситуацию можно сказать распространяем применяем ее на всю нашу страну ну что мешает самостоятельно пойти прикрутить ручку на входную дверь в туалет заменить клеенку поменять мебель и вот одно второе третье четвертое простыми словами что мешает сделать самостоятельно ремонт в квартире я задавался этим вопросом я задавал этот вопрос ребятам я ходил и в раз и в другие квартиры подобные оказывался там гостях и спрашивал у людей а почему например вы не делаете ответ здесь максимально прост это чужое и уже огромное количество ситуаций таких когда человек в квартире говорит давайте мы за свой счет сделаем ремонт в ванне могут вам во первых в этом и отказать не надо никуда лезть а мало ли вы там ничего натворите во вторых ремонт за свой счет а дальше как я должен как собственник допустим квартиры тебе списать эту сумму то есть здесь уже начинается такой камень преткновения разбираться ну меня все устраивает не от тебя каждый месяц деньги нужны а ты вроде как хочешь сделать получше вроде как для меня но на самом деле для себя чувствуйте да вот эту разницу далее были ситуации если даже начнете смотреть отзывы пообщаетесь с вашими там друзьями товарищами кто снимал длительное время квартиры в аренду кто делал полноценно там косметический ремонт и как правило бывает такая картина что люди сделав ремонт им собственник может сказать типа слушай ну со следующего месяца там на основании договора еще чего-нибудь я тебе аренду помыша повышаю могут вас и вовсе попросить съехать и такое уже бывало когда человек приходит собственник такой думает о какая квартира я ее сдаю там допустим за 35 выставил за 45 и нашел другого человека тебе пинка под жопу до свидания поэтому зная эти истории многие стараются в это вообще не лезть таким образом ты получаешь скажем так готовое предложение заезжай живи ведь в подобном жилье что либо делать доделывать переделать но это ребят откровенно говоря надо все ломать и заново делать капитальный полноценный ремонт вот это вот косметика это так сказать подмазать кисточкой подвозюкать но это тоже особо там знаешь тебе изменений эстетических не принесет диван надо выбрасывать кровать надо выбрасывать стол надо выбрасывать вот этот вот кресло диван назовем это кресло спальное место тоже надо выбрасывать и все заносить новое а заносить новое это что это деньги а кому это надо собственнику квартиры это не надо его устраивают все как есть вот человек живет допустим говорит ну блин меня нет например, денег обустраивать эту чужую квартиру. И хочу сделать акцент еще раз, что это, знаете, не какой-то там единичный случай. Смотрите, какую я вам квартиру нашел. Да их полным-полно. И их огромное количество, которые сейчас сданы и где люди проживают. Соответственно, не нравятся тебе условия, и тут замкнутый круг. Ну иди купи свое. Ипотека, ставки, да и даже когда они были ниже, все равно народ же не бежал покупать. Прям массово-массово, что всем жилье не хватает денег. И тут мы возвращаемся в начало, когда я говорил вам, что делал опрос в Телеграм-канале. Я говорю вам, подпишитесь, очень классная тема. Я там, бывает, выкладываю. Зашел в забегаловку, взял суп-салат 1350. Ну, сок у меня там был свежевыжатый. Некоторые говорят, да нормальные цены. Я же считаю то, что это просто инфляция. И просто-напросто этому цена 300 рублей. А сейчас с сентября цены, говорят, еще вырастут там процентов на 40 на продукты. Вот что интересно. Таким образом, подвожу вам здесь такой небольшой итог, что при доходе 100-150 тысяч рублей на одного человека, проживая одному в Москве, этих денег хватит вам на прожить, на выжить. Такой канал есть на YouTube Выживалово. Вот в рамках таких денег выживалово. Или я ошибаюсь. Или на продукты не 25, а 5 тысяч рублей на месяц. Жилье не такое я нашел. Есть хорошие варианты за 35 тысяч. Вот здесь сейчас самая отличная возможность у вас написать ваше, так сказать, вот так вот сделать. И написать. Вот он, уже один высказывает свое мнение. Итак, друзья, наш выпуск подошел к концу. Что я хотел показать этим выпуском? Вы очень часто меня просите показать жизнь простых людей, ну вот как люди живут, где реалии жизни. Вот если ты из своего города захочешь переехать в Москву, тебе интересно, блин, ну вот сниму-ка я жилье в аренду. Возможно, ты с другом поедешь или с подругой ты поедешь. Пожалуйста. Вот что вас будет встречать, какие вас будут встречать примерные цены. Хотите лучше? Без проблем. Переезжайте. Рынок огромен, выбор большой. На любой кошелек. Но, как правило, если мы говорим про первые шаги, не касаясь, когда ты снимаешь комнату в квартире или спальное место в ночлежке, в хостеле. Вот плюс-минус такие варианты встречают. Классно, не классно? Что нужно было бы сделать? Как поступить? Делать ремонт за свой счет или еще что-то? Пожалуйста, ваши советы пишите в комментариях. У меня на этом все. Подписывайтесь обязательно на канал и на все другие площадки. До новых встреч. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok